Здравствуйте! Меня зовут Алена Пескова и вы смотрите программу «Цветы и декор». Наверное, каждому владельцу сада хочется сделать его особенным. Наверное, самый очевидный способ – наполнить его необычными объектами, сделанными своими руками. Сегодня я покажу, как из старого предмета мебели сделать красивый и необычный цветник. Пожалуй, у каждого дачника найдется в старае или на чердаке ненужный предмет, который и выбросить жалко, и что делать с ним неясно. В нашем случае это станина от старой швейной машины – отличный предмет для экспериментов в саду. Чугунное основание машины будет оставаться красивым, даже если заржавеет, а углубление в столике идеально подойдет для небольшого цветника. Для начала мне нужно убрать ненужные элементы и очистить каркас от пыли. Ненужным элементом я считаю крышку от стола. Так как мы не собираемся использовать машину по назначению, а делаем из нее цветник, то вот эта крышка будет совершенно лишней. Я считаю, что нужно ее открутить, оставив лишь вот эту часть вместе с емкостью. Чтобы открутить крышку, достаточно взять отвертку или шуруповерт и убрать вот эти вот болты. КОНЕЦ И теперь нужно очистить каркас от пыли. Использую защитные перчатки и какую-нибудь щетку. Для начала убираю стружки и крупную пыль. В общем, все, что будет мешать дальнейшей очистке стола и каркаса. И теперь можно приступать к влажной очистке. Использую обыкновенную тряпку и очищаю уже более тщательно. Все-таки наш арт-объект должен быть опрятан, согласитесь. Ну, я считаю, что моя работа по очистке закончена и, в принципе, больше ничего делать не нужно. Если вам достался более старый экземпляр, например, покрытый ржавчиной и облупившейся краской, тогда, возможно, имеет смысл провести более детальную реставрацию. Очистить чугунную станину, покрасить ее заново и, возможно, заново покрыть лаком столик, чтобы он не испортился от влаги. Но в моем случае я считаю, что объект как раз в идеальном состоянии, чтобы использовать его в качестве клумбы для сада или террасы, поэтому не требует дальнейшего вмешательства. Теперь подготовим емкость для посадки цветов. Мне нужно застелить ее целлофаном. Лучше всего использовать плотную целлофановую пленку. Оно подойдет также и обычный целлофановый пакет. Если он недостаточно плотный, можно использовать двойной слой. Здесь есть один важный нюанс. Вам нужно сразу определиться, где будет находиться ваш будущий арт-объект. Если внутри помещение, то пространство внутри должно быть полностью герметизировано. То есть нам не нужно делать отверстие для слива лишней воды. А если вы хотите разместить клумбу-машинку где-то в саду, тогда нужно обязательно сделать отверстие для слива, так как дождь, который будет поливать эту клумбу, будет создавать излишнюю влагу внутри. И если не будет отверстия для выхода лишней воды, то растения просто погибнут. В моем случае я готовлю этот арт-объект для размещения на террасе. Поэтому не буду делать отверстия, оставлю целлофан полностью целым. Выстилаю внутреннее пространство целлофаном. Подворачиваю лишние куски пакета. И теперь засыпаем в емкость керамзитом. Керамзит нужен для того, чтобы поддерживать баланс влажности внутри. Это особенно важно, когда вы делаете цветник без слива лишней воды, без дренажного отверстия. Потому что вода может застаиваться и негативно влиять на развитие растений. В данном случае я использую керамзиты больше, чем в стандартных цветочных горшках. Именно потому, что он забирает лишнюю влагу, когда это необходимо, и наоборот, отдает ее, когда грунт нуждается в дополнительном увлажнении. Теперь засыпаем цветочный грунт. Субтитры подогнал «Симон» Теперь нужно подготовить углубление для посадки растений. В зависимости от того, где будет располагаться этот предмет садового творчества, подбираем теневыносливые или светолюбивые цветы. В данном случае хорошо подойдут ампельные растения, потому что клубы имеют высоту, и длинные не спадающие побеги с цветами будут смотреться очень хорошо. А для начала сажаем петунию. Подготовим растение к пересадке. Аккуратно извлекаем ее из горшка, стараясь не повредить корни и не сломать уже существующие побеги с цветами. Слегка разрыхляем ком, очень аккуратно, чтобы не повредить корешки. Это нужно, чтобы к корешкам поступал воздух. И теперь размещаем растения. Если нужно, подсыпаем еще немного земли. Сейчас пока что достаточно. Убираем землю и корректируем положение растения. Делаем так, чтобы свежий грудь был со всех сторон кома земли, в котором находится петуния. И ее уровень тоже был достаточно высоким. Это важно для того, чтобы побеги, которые будут не спадать постепенно по мере роста, не переломились через краешек кашпо. Теперь добавляем еще немного земли и сажаем второе растение. Петуния гибридная. Чем она хороша? Растение очень неприхотливое, имеет множество разнообразных окрасок. Самое главное – это обеспечить петунии подходящие условия для жизни. Растение – это светолюбивое и предпочитает обильный полив. Если света будет недостаточно, то бутоны начнут образовываться медленней, и растение станет отдавать всю свою силу на образование зеленой массы. Поэтому, если вы обеспечите ей светлое местоположение, она будет радовать вас яркими цветами все лето до самой осени. Теперь переходим к посадке следующего растения. Это очень интересное растение, называется бакопа. Садоводство стало применяться не так-то уж и давно. Оно родом из Азии и Африки, и у нас используются лишь некоторые его сорта. Чем хорошо это растение? Оно весьма неприхотливое, такое же, как и петуния, и похоже по условиям содержания. Тоже светолюбивое и предпочитает обильный полив. При расположении в светлом месте свести будет очень обильно и до самой осени. Освобождаем ком от горшка. Точно так же, как и с петунией, немножко рыхлим его. Очень аккуратно, не повреждая корни. И размещаем растение внутри емкости. Нужно добавить еще небольшое количество земли, так как ком бакопа оказался чуть меньше, и она сейчас находится слишком низко. Поэтому досыпаем грунт. И добавляем его чуть-чуть под низ земляного кома, чтобы выровнять ее относительно поверхности. Как вы видите, ампельные растения я располагаю ближе к краю. Это нужно для того, чтобы побеги по мере роста плавно спускались вниз. А вот эту зону я оставляю для растений кустовых, для небольших бегоний. Третье растение, которое я сегодня использую, это бегония вечноцветущая. А точнее, ее бронзово-листный гибрид. Я решила подобрать растение с другим цветом листвы, так как оно сочетается по цвету с петунией. Такой же розовый оттенок. Это растение не является ампельным, оно создаст нам верхний ярус. Она будет разрастаться в верхней части, оставаясь компактным, и создаст нам пышность и объем. Извлекаем ее из небольших палет. И добавляем цветочный грунт. И теперь добавляем оставшиеся растения. Бегония очень похожа по своим свойствам на предыдущие растения. Она светолюбива, предпочитает обильный полив, особенно в самом начале, после посадки, и цветет все лето. При создании такой композиции очень важно учитывать все свойства растения. Первое – это отношение к свету. Они должны быть все либо светолюбивые, либо теневыносливые. Второе – это отношение к воде. У них должна быть одинаковая потребность в поливе, потому что вы не можете посадить суккулентное растение, которое практически не нуждается в поливе, и какое-то влаголюбивое в одно кашпо, так как поливать вам их придется одновременно. И также нужно учитывать форму растения. К примеру, здесь я скомбинировала ампельные растения и обычные кустовые. Ампельные хороши в тех местах, где нужно некое ниспадение, чтобы растение либо не спадало вниз, или же, наоборот, заползало по некой опоре вверх, или стелилось по земле. А кустовые растения хороши для того, чтобы образовать пышную массу или небольшой стелющийся ковер. Немаловажным еще является и период цветения растений. Например, если вы проектируете большую клумбу или цветник, состоящий из множества видов растений, то обязательно учитывайте, какие растения будут цвести ранней весной, какие летом, какие осенью, а какие все это время, чтобы каждый момент времени ваш цветник оставался декоративен. Ну и, конечно же, после пересадки нужно полить растения. И что самое приятное, это импровизированная клумба, с каждым днем будет все краше и краше, цветы будут разрастаться и заполнить все пространство столика. Побеги будут более длинными и опустятся вниз. Ну и цветы будут радовать нас до самой осени. Взяв за основу эту идею, вы сможете придумать похожую клумбу из тех старых вещей, которые найдутся в вашем загородном доме или на чердаке. Пусть ничто не ограничивает вашу фантазию. Меня зовут Алена Пескова. Вы смотрели программу «Цветы и декор». До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok